Феминизм. В широком смысле – стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах жизни общества. В узком смысле – женское движение, целью которого является устранение дискриминации женщин. Первые женщины, боровшиеся за равные права, называли себя суфражистками. Их основным требованием было право голосовать на выборах. Первыми это право получили женщины Новой Зеландии в 1893 году. В Европе женщины начали голосовать после Первой мировой войны, а в России – после Октябрьской революции. В начале 20 века активисток женских движений стали называть феминистками. Борьба за политическое равноправие и есть первая волна феминизма. В 60-е годы прошлого века начинается так называемая «вторая волна». Это была борьба против дискриминации. Оказалось, что политическое равенство – это еще не все. Женщины борются против угнетения в семье и на работе. Феминизм второй волны занимается проблемами насилия, критикуя тезис о том, что место женщины на кухне, в первую очередь она должна хранить семейный очаг и заниматься воспитанием детей. Феминистки считают, что женщина не должна отказываться от карьеры, требует равных условий оплаты труда. Вторая волна не добилась своих целей. Проблемы, о которых писали феминистки 60-х, сохраняются и сегодня. В разных странах женщины получают меньше, чем мужчины, занимающие аналогичные должности. Впрочем, именно в 60-е женщины на Западе массово вышли на рынок труда и перестали так сильно зависеть от мужчин. Третья волна феминизма возникла в 90-е годы прошлого века. В это время феминистское движение расширилось. С тех пор его занимают не только вопросы равноправия, но и проблемы, связанные с сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, расой и классом. Феминизм третьей волны делится на огромное количество течений. Часто участницы различных движений не могут договориться между собой. Феминизм бывает марксистским, либеральным, постколониальным. Есть даже экофеминизм. В начале 21 века феминизм пытается освободиться от ограничений первой и второй волны и становится философским течением. Задаются вопросами, как конструируется гендер, почему мужчины и женщины вынуждены играть в обществе определенные роли.